Девушки отдыхают Слышим тебя, видим. Приём, Алексеев, что с люком? Ты ключ подбери, слышишь? Ключ подбери. Так, Алексей. Алексеев, слышишь нас? Внимание, внимание. Подплывай к люку. Толя, Толя, к люку подплывай. Начинай работать. Толя. Ну вот я говорю, начинай работать. Толя, про ощущения потом. Потом про ощущения. Спасибо, Толя. Значит, ты давай работай, а то ты мне по тропинкам сто лет будешь плавать. Понял? Давай, давай, работай. Космические карты. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ветеранов войны с фашизмом с каждым годом становилось все меньше и меньше, патриотическое воспитание падало, но они по-прежнему пользовались большой любовью и уважением, в том числе и ветеран Иван Дьяков, который сбил 20 фашистских самолетов и был истинным народным героем. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Меджонка! 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 Рейс через два часа встретишь, о чем речь, Митя! А чё? Что? Ну ты что ж, не видишь, что я как макака в клетке? Да и пиджак он порвален, можно в таком пиджаке ехать на аэродром? Ну ты что? Тиховато, ничего! Да ничего! Да сейчас мы рукавчики подтянем! Рукавчики подтянем! Ты чё, я без тебя что-нибудь не сделал? Главное, товарищ, товарищ, можно на минутку, а? Да. В общем, от года до трёх. Ну, можно по курсу. Вань! Вань! Вань, ты куда? В гараж. Возьми мою. Да нахрен мне твоя машина нужна, аферист. Мне не стыдно ездить будет. Совсем на старости лет из ума выжил! По площадям шастый! Сонька твоя по всем моргам, больницам! Фашистов Иван Дьяков бил не один, а со своими друзьями, товарищами по экипажу, штурманом Дмитрием Киловатовым и стрелком-радистом Лёвкой Маргулисом. В годы тяжёлых реформ Дмитрий Киловатов возглавил общественный фонд ветеранов армии и спорта, чтобы помочь другим ветеранам приспособиться к новой жизни и поднять со дна глубокого озера сбитый советский самолёт для воспитания молодого поколения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но за его спиной в фонде творили самые неблаговидные вещи, о чём Дмитрий Киловатов, конечно же, ничего не знал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На, пей. Тоже устал. Простите, а вы случайно не Маргулис? Случайно Маргулис. Вы собираетесь следить за своим попугаем? Жорик, отстань от тёти, пойдёшь в суп. Какая наглая птица. Сколько агрессии. Кровь. Его мать из породы Кеа. В Новой Зеландии они охотятся на овец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приём, Нэйн Чапаренко. Закрой дверь Лохудра. Не видишь у него приём? Ну, не могу я, Иван Афанасьевич. Ну, товарищ майор, я на рабочем месте. Сидь ты на рабочем месте. Тоже мне работёнка. Не бей лежачего. Что, самолёт везти, что ли? Ну, давай тогда за победу. Это свято. А скажи мне, Алёшка, какой самый лучший лётчик во всём мировом человечестве? Увы. Неприятно. Но врёшь. Первым лётчиком во всём мировом человечестве есть Валерка Чкалов. Ну, а второй. Увы. Хм. Соображаешь. Хе-хе-хе-хе-хе. Соображаешь. Ну, а третий? Гагарин? Нет. Лёвка Маргулис. Джозеф, смотри, это Маргулис. Смотри, ты его, может быть, больше никогда не увидишь. В нас попала молния. Все обкакались. А он посадил самолёт. Шалом. Шалом. Джозеф. Джозеф. Ты должен быть таким же героем. А вы в Москву повидаться с друзьями, А мы девятого обратно. Жаль. Мальчик не увидит парада. Да связались с этой туристической фирмой. Хай они повыздыхают. Мадам, а вы тоже с фирмой? Нет. Я совсем по другому поводу. Ой, ну, хорошо, Лев Маркович. Ещё увидимся. До свидания. Так вы лётчик? Немножко лётчик. Немножко налётчик. Да, шутайте. Лёвка! Ванька-Яков едет к тебе! Ихуня Ваня! Вэй! Встречай! Лёва! Лев Маргулис! Лёва, Маргулис, где ты? Тебя? Яков? Яков к тебе идёт. Где ты? Ваня! Я здесь! Ой, Лёва! Ой, капюшон! Нам для один обреканец! Ах, ха-ха-ха! Здравствуйте, Россия! Вы хоть сумасшедший? Братце, бросите. Ой, так вот. Двадцать пять лет, двадцать пять лет, сукин, ты сын! Двадцать шесть. А ты как узнал? Да, пачерица, Микки позвонил. Ой, сентиментальный стал, Ихуня Ваня! А ты вот всё такой же! Ну, почти. А ты как думал? Слух прошёл тут, что тебя парализовало? Угу. А это что, Жорик? Жорик второй! А папа умер. Как умер? Ты же мне говорил, что они до столя сживут. Ну, раз на раз не приходится. Ха-ха-ха! Эй, ты мой хороший! Господа, вы собираетесь освобождать самолёт? По мере сил, девочка, по мере сил. А если будешь вредничать, мы вообще не уйдём. Ой, Ихуня Ваня, тяжёлая-то какая! А как Сонька твоя женил? Да ты что, корова! А мидик наш совсем с ума сошёл. На старости лет новый русский. Эх, компрадор хренов. Лёв, чё ты ищешь? Бутылочку. А, Лёв, ты чего? Слепой я, Вань, слепой. А слеп. На осколок встал как-то не так. Хотел повеситься, но верёвку не выдержала. Но я уже привык. Вань, ты где? Здесь, Лёвка. Когда друзья встретились после давней разлуки, то все жильцы дома высыпали им навстречу, чтобы выразить благодарность героям, спасшим их от фашистской чумы. Ну, чё ты рухлицу её поставил здесь, а? Дай выехать тебе, говорят! Я чё, ждать что ли буду, пока ты барахло своё разгрузишь, а? Скажи, ты нормальный или нет, а? Ты по всему дому хотел плакать, чтобы тебе гараж выделили. Вон за углом твой гараж пенсионерский. Какого хрена ты ставишь свою коломагу здесь? Михалыч, ну не мог же я бутылку бросить. Ну, неужели ты не понимаешь? А вообще, вот я честно тебе скажу, я вот десять лет с тобой живу в одном подъезде, а так и не разобрался. Хороший ты мужик или так себе? А проще говоря, ховно! Пойдём, Люба, пойдём. Здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Проходи. Что ты, безрукая что ли? Гус. Слава, Слава, вставай. Отец приехал. Вставай. О, не суетись, всё равно уже влив. Никуда я с тобой не вливала. Это была минутная слабость. Забудь об этом. Боже мой, ты не представляешь, что он может сделать? Ладно, не убьёт же. Убьёт. У него пистолет, имя, у него дикий характер, он жутко всплечет. Очень может быть, что он тебя даже застрелит. Так, ты пришёл ко мне за тетрадками. Нет, ты завуч по внеплассной работе. Так, предложат выпить, выпей. Будет ругать коммунистов, ругай коммунистов. Демократов, ругай демократов. Ты в армии служил? Бог миловал. Не говори, Бог миловал, служил. На РПД 154. Слези, стам. Пашин, быстро. Ты что, уснулась, что ли? Держи, держи, только не урони Бога, Сонечка. Давай, делай. Проходите. Проходи. Боже мой. Кого? Тятя Лёва. Тятя Лёвочка, боже мой. Тятя Лёвочка, ты же с меня рос-то. Да мой, боже мой. Козочка ты моя. Козочка, 80 человек. Перестань. Боже мой. Как мне идёт и трагедия, дядя Лёва с теклой. Да, незадача. Хотел повесить, верёвка оборвалась. Но я привык. Я уже привык. Всё, Лёвань, чё уже? А это что за хуй? Кто это? Папа, я сейчас всё тебе объясню. Я сама только не знаю, кто это. Физкультуру преподают. Вот, Слава, рядовой РПД. С... У Ивана Дьякова была дочь Сони, поздний ребёнок. Папа, я должна с тобой серьёзно поговорить. Два раза Соня представляла отцу своего женихов, но он дважды хранил её надежды, потому что женихи были её недостойны. Первый Сонин жених был её недостойным, так как был школьным ботаником и коллекционировал бабочек. А второй был разведённым кенором. Эй, ты что ли, разведённый кенор, а? Я. Мы ведём наш репортаж из здания негосударственного благотворительного фонда ветеранов армии и спорта. За моей спиной находится кабинет его председателя, героя войны, бесстрашного лётчика, участника парада победы Дмитрия Сергеевича Киловатова. Как сие возможно в столь преклонном возрасте? И вообще, чем занимается этот фонд? Это Ленинград, Ленинград. Питер! Это святое дело! Делайте, что хотите, поддержим! Да, да, это Ленинград. Глупый надутый старик, но живчик. За ним бывало трудно уследить. Заключал договоры с какими-то прачечными, которые льготно обслуживали ветеранские семьи. Впрочем, во всём этом было даже что-то трогательное. Шутов. Ну ты не отвлекайся. Алло, алло! Да! Алло, это Нью-Йорк! Алло, вы слышите? Это жидомасоны с вами говорят. Кто-кто? Жидомасоны! Ну-ну, я слушаю, товарищ Эльбер. Алло, у нас тут проблемы. Виски есть, а содовый нет. Вайка говорит, можно с пищевой. А я говорю, траванёмся. Лёвка! Купил! Ах, жидомасон! Лёвка! Это мой мой друг, он прилетел! Митька! Лёвка! Мы только вошли! Мы ждём тебя! Тут стол накрыт, мы без тебя не сядем! Куда ты делал пистолет, я тебя спрашиваю, стерва! Куда ты задевал его? А, перестань комедию разыгрывать. Ну, ушёл, Сарик, ушёл. Ты где-то шастаешь по ночам, с какими-то идиотами связался. Ко мне пришёл коллега с работы. Это так и называется коллега. А когда он пришёл? Ночью пришёл. Что ты говоришь? Ух, стервоза! Перестань! Я тебя в последний раз спрашиваю, куда ты задевала? Задевала... Да я не знаю, сам ищи в какой-то коробочке. Какой коробочке? Не знаю, в какой-то коробочке сам ищи. Всё, ничего не слышу. Ты будешь говорить с Митей? Давай! Да! Алло! Да ну, доктор, взявляю! Чего он, доктор? Да. Не обращайся на внимание, пистолет лечит шизофреник. Ну-ка! Я тебе дам шизофреник! Я тебе дам шизофреник! Лучше бы я задавил тебя своими руками в колыбельки! Да, Алло! Да не тебе это, что ты, как девица! Детки, детки! Цветы жизни, ай, серия! Да не тебе, я говорю, что ты их! Он тебе рассказывал. Слушай, только не надо строить из его трагедии. Не надо, он выглядит хорошо, попугая привёз. Ну, ты давай, кончай свой сходняк и поедем по городу поесть. Давай, я говорю, мы ведь ждать не будем, ты меня знаешь! Ну, вот так, будь здоров. Ждём! Я говорю... Ты optimal? Слушай... 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 Я говорю... Слушай... Я говорю... Чтобы ты даешь... Как ты чтобы не буду? Я говорю... Я говорю... Я говорю... Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаТorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Будто лежим мы с Машкой покойной, спим, а он приходит. Я говорю же, Павловский, нет у меня тебе письм. Честное слово нет, а он молчит. И такая тоска наступает, хоть криком кричи. А помирать неохота. Неохота. Ваня, мы еще года два протянем? Да протянем, протянем мы, Кунь, Ваня. Только надо эти годы прожить, как говорится, чтобы не было бессмысленно больно. Да. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуй, дорогой сын. А может, свинок? Нет, нет. Здравствуй, дорогой сын. Здравствуй, дорогой сын. Эээ... Дальше. Эээ... Значит, эээ... Ну, дальше, дальше. Ну, дальше-то что? Не знаю, что писать. А ты напиши так. Здравствуй, дорогой сын. Пишет тебе твой папа-засранец, который бросил тебя и твою маму-покойницу ради развратной жизни. Вот, я б так написал. Ну? Лёвку Маргулису любили многие боевые подруги и разные мирные женщины. Но больше всех Аня Крымова, которая сделалась от него бременной. Чё это ты как Лёвкин попугай вырядился? Ну? Всё-таки... Можете заехать и купить ему электронные шахматы? Чего? А почему нет? Лёва говорил, он мальчиком во дворец пионеров ходил. Вот спустит нас с лестницы этот пионер. Помяни моё слово. Ну, вскоре он встретил свою боевую подругу Любку по прозвищу Нормандия Неман. И Аня его выгнал навсегда. Так что сына своего Сашку Маргулис видел всего два раза. Первый раз с младенцем, когда Сашка написал ему на голову. А второй перед отъездом, когда купил Сашке автомат, который стрелял шариками от пинг-понга. Как я выгляжу? Выбрился? Хорошо выглядишь, Лёвка, очень хорошо. Слушай, подожди. Ты? Пока здесь, спасибо. Мы тут сориентируемся по обстоятельствам и за тобой придём. Хорошо? Хорошо. Митя, передай Сашке, может быть он нуждается? Нет. Почему? Да не хорошо. Туда? Ну хорошо, я тогда по почте перешлю. А-а-а! Так. Саша Маргулис здесь живёт? Здесь. А-а-а! Тогда открывай. Только не упади в обморок и куневанин, а? Угливый, но без отца очень. Похож! Похож! Э-э-э-э! Кудро емало! Ну, по роту спорю мочёл! Ничего, ничего. Ты куда, Саша? Вот он, ваш Саша. А я не Саша, слава богу. Я, слава богу, брат его жены. Слава богу, бывшей жены. И жду не дождусь, пока вывезут отсюда наши вещи. Шёл он, скотина! Ты окошко моё, сука, не трожь. Ноги выдержу. Понял? Так ты, стало быть, Шурин? Да никому я не Шурин. Я грузчиков жду. А чем он занимается? Кризис у него по жизни. Печки в ресторанах кладёт. Отцы! Да? Ну-ка в жопу пошли! Ну что? Пошли? Мы, пожалуй, в другой раз зайдём. А кого вы хотел увидеть? Кого? Ботвиненко? Ты язык попридержи. Держи, держи. Учитель. Подождите, ребята. Сначала поподробнее. Ну а чё поподробнее? Поднялись, позвонили. Открыл парень. Мы спрашиваем Сашу нам. А он говорит, а Саши нет. Он уехал, наверное, нет. А вы кто? А мы говорим, мы друзья Сашиной мамы. Мамы Анны Васильевны. Она умерла. Умерла. Мы в курсе дела. А я, говорит, паренёк-то говорит. Я, говорит, брат жены Саши. Женат он, Лёвка. А Саша, он, он работает? Ну, работает, ну как же. Работает этим, мастером работает. Печки кладёт, печки кладёт. Камины, каминчики по нынешним временам. Вот работёнка, Лёвка, вот работёнка. Отличный парень. Ну, что значит? Кошка у него. Любит, значит, животных. Да, животных он... А что если, ребят, я его позову на парад? Нет. Пусть так. А то увидит, что я слепой и так далее. Нет. Хорошо. Пусть всё так. Я рад. Спасибо. О, явление Христа народу. Кто там? Та Нинка дура одинокая. Здрасте. А что из неё продать, а? И купить мотоцикл? На репетицию не проспите. Ты сам не проспи. Пошли. Ох, Митька. Ох, Ванька. Ох, Лёвка. Здоров, Нинька. Домой? Отвези-ка ты меня, пожалуй, в фонд. Ох, Лёвка. Ох, Лёвка. Ох, Лёвку! Звякин на связи, как у нас дела? Звякин на связи, как у нас дела? Звякин на связи, как у нас дела? Не дождёйся! Кать, муж-то живой ещё? А ты что, завтра нас хотел взять? А пойдёшь? Ой, пойду! Не врать! Заведую я тебе, Маргурис. Не видишь всего Эзера. Ну что, какие пожелания у товарища ветеранов? Анальгинчику, валидольчику, метр-витеринчику? Яду! Деточка, помассюрай мне виски! И не стыдно вам, товарищи ветераны. Ой, что же делать? Деточка, у меня с войны, это медсёстрам, какое-то мучительнее чувство. Так, внимание, товарищи ветераны! Медели погодчим! Садовись! Не двигайтесь. А теперь профиль. Не двигайтесь. Легче, а то я вижу, тебя трясёт всего. Почему, почему Митя опаздывает? Да явится, куда он денется. Наш предыдущий репортаж уже был готов к эфиру, но как ведётся в Святой Руси, зачастую явно становится ложным. И заместитель председателя... Так вот, Джулик Унивань, а мы его ищем по всему городу. ...спортно-шутер, был убит при попытке оказаться в вооружённом... Здравствуйте, Митя. А наш так называемый герой и так называемый ветеран войны, лётчик, киловатт... Митя! ...по счастливой случайности был задержан, имея в карманах около 15 тысяч долларов наличных... Что значит так называемый? Что это значит так называемый? Что вы имели в виду так называемый? Я думаю, это не верхушка айсберга, а его основная, главная часть уходит к верхушке нашей армии. Алло. Хор ветеранов НКВД. А мы с тобой, братцы свекоты, арендам лучше, чем зимой, в стольной покончили мы счёты, в стольной покончили мы счёты, в стольной покончили мы счёты, «Бери шинель, пошли домой!» Степанюк слушает. Деточка, не пошли со мной, а «бери шинель, пошли домой». Так, снова, пожалуйста. Слушай, а ты уверен, что он придёт, а? А я его с праздниками поздравлял, с октябрьскими, с субботниками, с... Степанюка, эту сволочь и СМЕРШа! Ты забыл, как он нас месяц гноил? Забыл? Он мог под расстрел, а он спас. Ай, спас, спас. Это случайно вышло, и всё. Ваня, в СМЕРШ и случайно не выходило. Да брось ты, Лёг, брось. Ястребок, сейчас двадцать девять минут, через минуту ровно подойдёшь вот к тому, что в очках, со словами «Вам просили передать». Передаёшь записку и уходишь, без объяснения. Всё, ясно? Давай. Так, Никитин, девятьсот тридцать, семнадцать два ноля. Добавочный три. Что значит три? Ну, ну, наверное, внутренне, через коммутатор. Сможет, поможет, а он сможет. За писку сжечь. Спички, быстрее зажигай. Сейчас, 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 сейчас. Вот вы говорите, откуда у нас деньги, а деньги это законные, это привёз из Америки. Это мои деньги. Это Лев Маргулис, он привёз, это американские деньги. Полторы тысячи долларов. Полторы тысячи долларов, а нам говорят, что это сто пятьдесят тысяч. Приёмный Никитина. Алло, алло, Звягин говорит. А, он ещё не освободился. Нет, ну, я подожду. Ну, я через минуту соединю. Хорошо. Моя фамилия Звягин. Когда у меня начинает чесаться спина, это верный признак того, что дело кончится плохо. Девяносто девять ключевых из ста. Я бы мог избавиться от этого киловаттого, не задумываясь. Но не мог же я бы позвонить Никитину и сказать, Валера, давай с тобой избавимся от этого киловаттого, а то у меня спина чешется. Вы меня понимаете? Между прочим, он в ОМОН стулом кидался. Да, он такой у нас доверчивый. Я его предупреждал, говорил ему не связываться с этими бандюгами. Подставили его эти япончики-барабончики. Алло, Валера, ну наконец-то. Тут у меня к тебе от Степанюка ветеран из просьбы. Относительно киловаттого, которого вчера... Понял тебя, Валерий Борисович. Хорошо, уже сделано. Ну что, все? Что все? Все, отцы. Будем считать это ошибкой следствия. Сейчас его привезут. Куда привезут? А прямо во двор. Можете его там подождать. То есть он свободен? Дорогой. Дорогой человек. Я без него отсюда не уйду. Пусть его привезут сюда. Да ты что, Олевка? Да ты что? Перед нашими заглазами, ты что? Не доверяет. Да. Ну хорошо. Давайте сюда. Да не служите! Не служите его! Не служите! Бога ради, простите его! Он с этой проклятой заграницей все ориентиры потерял. Что, Иисуса? Они же передумают! Иди-ка, иди, иди, иди. Иди, иди, иди. Простите, пожалуйста. Спасибо вам большое. Русское вам низкое. Спасибо. Спасибо. Пойдем. Пойдем. Спасибо. Вы знаете, что сделали? Спасибо. Спасибо. В те времена в нашей стране правили мафии. Маленькие, средние и большие. Мафия — это иностранное слово. Сейчас оно исчезло из-за прихода. Самыми большими мафиями были две. Генеральская и прокурорская. Мафии занимались тем, что делили между собой сферы влияния. Для этого им необходимы были депутаты. Депутатов отстреливали другие мафии, и их на всех не хватало. А так как работа была нервной, а медицина находилась на очень низком уровне, то депутатом мог стать любой человек. Например, серийный убийца или дирижер оркестра. Когда генеральская мафия выдвинула своего последнего депутата, а у прокурорских не осталось, то прокурорская мафия решила скопрометировать генеральскую перед лицом общественного мнения. Для этого им и понадобился фонд Дмитрия Киловатова. В списке учредителей этого фонда было 24 генерала. Эти генералы купили себе дворцы, дачи, бассейны и автомобильный парк на маленький город. Сынок! Что у нас там с этим фондом? Если они доведут это дело до суда, то, очевидно, придется уйти в отставку. Ну, это нехорошо. А может, мы бабахнем, а, этого летчика? Не имеет смысла. У них на руках списки учредителей, а они почему-то пока не разглашают. А кто у них там на связи? Никитин. Сынник нет. Есть. А служим во внутренний войск. Никитин слушает. Здравствуй, сынок. Как там на подаче? 30-15. А вы где? Я-то, сынок, по-стариковски на даче. А вот ты чего нам настроение-то портишь? Бандиты у тебя в Москве шляются, шпионы. На улицу выйти страшно. А твои ребята ерундой занимаются. Генералы. Варелик, ты с нами, стариками, не шути. Ты прямо скажи. Чё тебе надо? Что надо? Третий территориальный округ. Генералам пришлось снять своего депутата. Ребятки! Сынок. Ну, куда ты идёшь, старый хрыщ? Ну, тебе уже сказали. Не-не-не-не-не, сынок. Я от Степанюка. Пень замшелый твой Степанюк. Пень заменщил степень. Ваня, что вы за люди евреи такие? Что ты его раньше времени хоронишь? Я у нас вдвоем пер через день у фронта, и ничего. Вот. Ничего, Олявка, мы их не мытьем, так катанем и куневанем. Куда они пошли? В гараж пошли. Ты что, Нин? Ну что это такое? Да нет, перестань. Ну что ты, что ты, перестань, ну что ты, ну что ты. Мало вас в этой стране сажали, еще не привыкли. Ну отнеси его. О, добрый день. Секундочку. Я нормальный человек или нет? Как по-вашему? В общем, да. Ну то есть, почему, объясните мне, я не возьму кувалду? Я вот эту победу не разобью к чертям собачьим, а? Ведь ваш отец имеет гараж за углом. Он, вот, постоянно стоит ее... Простите, но он подумал, что уже поздно, и вы никуда не поедете. Ну я ведь тоже жалец этого дома, правда? Да, вы не поедете. Когда приезжать, не уезжать, когда не захочет. Я специально для этого, я не должен спрашивать этого старого маразматика. Папа. Папа, дай мне ключи от машины. Папа, хочешь, я тебе дай одну из них. А палку я тебе обшкурю. Ну, я тебя прошу, но это же все бессмысленно. Чтобы руки не занадел. Ну, зачем так? Ну, давай подписи соберем, адвоката найдем. Ну, дядя Лёв, ну вы же умнее. Вы столько лет за границей. Ну, скажите вы ему, ну вы же видите. Ну, а что я врежу? Я не врежу. Встань, сволочь, когда с тобой следователь российской прокуратуры разговаривает. Кто тебе, сволочь, надоумил 20 вагонов водки вместо детского питания? Дмитрий Сергеевич, ну что вы всю свою армию-то выгораживаете? Вы же в конце концов сами-то ничего не решали. Я решал. Я все решал сам. Ой, я не могу. Может, мы так и запишем? Пиши. Я, Киловатов, все вопросы фонда решал самостоятельно. И несу за это полную ответственность. Вот это верно. Уважаю, а по форме подправим. Ну? Все. Молодец, Чечевикин. А что ты с этим делаешь? Можешь отпустить, можешь оставить. Мне он больше не нужен. А вот, да. Ну что, по-моему, дело сделано. Мы можем дать гарантии генералу. Он все взял на себя. Да, ну, это теперь уже не важно. Моя фамилия Чечевикин. Меня погубила честность и чувство долга перед своими товарищами. Конечно, я мог бы выпустить старика без взятки. Ветераны, все такое прочее. Но меня бы осудили коллеги. Ну, что ты уставил с ним? Сын к тебе? Понимаете, у нас есть жесткий тариф. У следователей, у судей, у работников органов. Две тысячи баксов, перевод из общака в отдельную камеру. Пять сокрытий следствием обвинительных улик. Десять освобождений по подписке. И так далее. Тебе этот коня не надоел? Может, лучше Достоевского повесим? У Терехина висит. Узнай-ка лучше имена поручителей Дмитрия Сергеевича. И поэтому я не мог отпустить старика за фуфу. Я бы стыдился взглянуть в глаза своим товарищам. Знаете, чтобы не говорили о Чечевикине, я сохраню о нем самые теплые воспоминания. Но поймите, в каждой профессии есть свой определенный кодекс чистя. Свод неких негласных правил, если хотите. Он просто не мог вступить иначе. Безусловно, на его месте я поступил бы точно так же. И любой из нас. Верный долгу. Благородный человек. И я не собираюсь порывать дружбу с его семьей. А девочки наши, завсегда будет здоров, к отца. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я работала в автобусе в Бургейке. А вы тут сегодня не все. Борькие хрена. 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 Отцы, я может быть что-то не понимаю. Ну, тогда объясните мне, вы фильм «Терминатор» видели? Со Шварценеггером в главной роли. Мы все видели. Помните там искусственного человека? Мы все помним. Так у него пока хоть один орган цел, он ползет. Матерится, а ползет. Ну, и пусть все ползет, кому он мешает. Может, он на конкурс красоты. Так это вот про вас. Можно вас на минуточку, а? Осторожно, Лёва, осторожно. Ты смотри, какая ты курва на машине написала, а? Давай в машину, быстро! Нагни голову, огни голову. Ед! Чего еще? А? Будь здоров. Ладно. Ты хорошо очистишь, Лёвка. Чистите? Борцы с режимом проголодались? Что смотришь? А, это сигарета. Это я курю. Одну за одной. Курю и курю. Что, ты, может, запретишь? Это же смешно. Мне 35 лет. Я как дура, как сконница, прячусь сигаретками. Я больше прятаться не буду. Вот. Видел? Ты погубил мою жизнь. Сначала мамину, а потом мою. Это из-за тебя я стала такой несчастной. Почему, Соль? Да потому, что ты никогда никого не хотел, ты пойми. Да тебе было наплевать на мою жизнь. С твоим идиотским самодурством, эгоизмом. Тебе было удобно, что нянька в доме. Папа, покушай, папа, прими лекарства, папа, не спи в туалете. Да ты когда последний раз кефир покупал? А, ну, конечно, нас же продавщица раздражает. Да и потом у нас нет денег на кефир. Ну, ничего, даром, что ли, дочку вырасти? Оно с коровы потянет, на машинке переработает. А ты знаешь, у меня ребенку было уже 10 лет. Что ты смотришь? Что ты смотришь? Ну, я испугалась. Как папа? Как папа это переживет? Папа же так расстроится. А если меня бросили? Если не сложилось? Ну, что? Ну, ты пойми. Это моя жизнь. Если бы тебя не было, я бы его оставила. Ты знаешь, ты был раньше для меня самым, самым лучшим, самым честным, благородным человеком на земле. сейчас мне тебе даже не жалко. Белевка, надо другие очки купить. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Хозяин дома? Я там, кажется, вашу дочь встретил на лестнице. А у меня двое. Парень уже взрослый. Вайн, это кто? Это я хочу понять, кто. Ты кто? Я очень люблю своего сына. Умный, тихий мальчик пишет стихи. У него белый билет, но когда пришла повестка в военкомат, я понял, что дела плохи. Хорошо, что пришел, сынок. Дела плохи. У меня сейчас в армии большой недобор, а границу кто только не подбирает. У прокуроров был компромат на генералов, а у генералов не было компромата на прокуроров. И поэтому они были очень обижены. Мы очень обижены, сынок. Мы ведь сняли своего депутата. А ведь неплохой был депутат. А в ответ не получили даже благодарности. Это нехорошо, сынок. В вашем ведомстве есть люди, которые не берут взяток? Есть. Но он в отпуске. Вот он нас не интересует. Ты бери пирожные-то. Не стесняйся. Я по поводу Дмитрия Сергеевича. Он передал вам большой привет с надеждой на скорую встречу. Пацаны, тут такой металлический металлический металлический. Мы батюшке обещали, понимаете, что в течение месяца после этого, после Рождества... После Пасхи. Да, после Пасхи. Мы будем нормально вести никаких косяков, нигде никаких батяк не затевать, понимаете? Вот. Мы 10 дней, пацаны, продержались нормально. Одиннадцать. Почему одиннадцать, когда десять? Ну смотри, тогда понедельник. Ну мы в воскресенье с дачи приехали. Ну а в понедельник пошли. А, да, правильно, одиннадцать. Нет, ну вы поймите, мы вчера приехали, все тихо, спокойно, чинарем, как люди. Да, тут эти два деда подъезжают, говорят, давайте двести пятьдесят баксов, забирайте тачку. Триста. Ну да, триста. Вот, мы сели в тачку проехать, посмотреть, как там движок, как все тянет, да? Она вообще не тянет. Ну как не тянет? Что она не тянет-то? Нормальная машина. Мы метров четыреста, наверное, проехали. Меньше. Да где меньше? Да меньше. Да где? Ну хорошо, меньше, ладно. Подъезжаем, охрана стоит, джипа нету, понимаете? Джипа нету, охрана стоит. Вот, я еще удивился, как, главное, говорю, пацаны, где джип-то? Они говорят, уехали. Держи, что ли тебе, гребят? Держи, что ли, гребят? Держи, стопы! Иди, надо лезть здесь! Все, на поле, я взрываю, иди, надо! Да! Вот такая вот история, пацаны. Не удержались, чисто конкретно. А я вообще не понял, кто это был. Врать не буду. Ты понял, кто это был? Да говорят, с какой-то, с первой эскадрильи. Так, шляпочку грязненькую, убрали с стола. Ты до дома дойдешь? Дойду, а ты барахлит. Забыл. Держи. Держи. Большое дело сделали, большое. Пирожок возьми. А ты сказал, что она ворованная? Сказал. А он говорит, ворованная, не бракованная. Ну и вид у тебя. Знаешь, на кого ты похож? На пиночета. На пиночета. Ладно, на пиночета. Ты смотри, опять не птюхайся. Да брось ты, брось. Меня на мякине не проведешь. Не так уж. Вот. Лёва, русское бестро. Корги свои, вкусные. Чай. Медовуха есть. Хочешь медовуху? Вань, а туалет здесь есть? Ну, Лёва, за кого ты нас принимаешь? Товарищ офицер, покажите товарищу дорогу к туалету. Чё? Папаш, какой туалет? Сиди, не буянь. Ну? Лёв. Лёва, лёв, лёв. Лёва, лёв, лёв, лёв. Лёва, лёв. Лёва, лёв. Лёва, лёв, лёв. Лёва, лёв. На подбитом крыле. Столько раз брал и всякий раз волнуюсь, как девочка. С кем это он? Сам с собой. Войдите. Товарищи, вы по какому вопросу? А, вы по вопросу изменения меры пресечения вашим товарищам. Хороший чемоданчик. Удобный. Где такие дают? Эдик. Славик. Где дают? Нет, Эдик. Автосервис. Странно, правая. Товарищи, сначала Митьку. Избивайте, вы что думаете, здесь аферисты работают? Говорят, что в пограничных ситуациях людям свойственно предчувствовать. Никаких мгновений, где перед глазами проносятся вся твоя жизнь. Ни теплых маминных рук, ни школьного поцелуя, ни солнечного зайчика, весело скачущего по мрачной тюремной камере в день первого допроса. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну это мы поглядим А еще как? Старом к нему Старикашкой, вредным и плюгавым И этот Придурком? Да не, ну придурком это само собой, это вонючее Пахнет! А, говнюк! Ладно, хватит Лёг, тебе Сюда, зажигалку сюда Так, сейчас, дости Да ставь ты попугая-то, что ты его на тот свет тащишь, что ли? Я его накрою Да ну ладно, накрою, какой изначально? Ну бери! Осторожно Вот, нашел Под швейной машинкой валялся Давай Тихо-тихо-тихо-тихо Ребята, подождите! Нинька Ваня! Лёва! Ваня, Ванюшка родной ты мой Лёва Линна Лёвушка Милая, милая уточка Ваня, у тебя, у тебя две косички Нет Смешное сицевое платьице С воротничком И чернильное пятнышко Нет А, коленка Нет Да, да И коленки у меня уже в подагре Все не так, Лёвушка Все не так Нет, это неправда Все так Все так Все не так Все так Ниночка, понимаешь Для меня, для меня В по-траком случае Пойдем, Лёвка, пойдем Пойдем, пойдем Ниночка Нино, он орешки любит Да ладно тебе, орешки, орешки Садись быстрее Жарик Вот и все Больше их никогда не видит Вот этот, Никитин Вот этот лысый Вот этот лысый Да, лысый Так Рейс 18-47 Вылет через 15 минут Держи, Лёвка Держи Через 15 Да С Богом В детстве Я мечтал повторить судьбу Павки Корчагина Не в буквальном смысле, конечно Никитин говорили мне Вперед Я шел Не мог идти Полз Теперь вот еду Другие как-то умели устроиться И боролись с коррупцией в англоязычных странах Чужим паспортом И у меня не было наименьшего сумневу В успешном результате операции О, здравствуйте А вы что, тоже летите? А что я, по-вашему, здесь делаю? Господин Летитин Срочно пройдите в носовую часть самолета Вас ожидают друзья Удивительная страна Постоянно кого-то ищут О, вот он искал О, вот это Пиши, что ты как муха ко мне привязала Левка, его здесь нет Может быть Нет его здесь, нет Его и в списках нет Мы сейчас ОМОН вызовем Да ну подождите секундочку Якуни Ваня, секундочку Я сейчас Что значит, секундочку Это ты, Ленка Я Я Простите, простите О, Иван Афанасий Сколько лет, сколько зим Это что, шутка, Иван Афанасий? Это не шутка, Костя Не шутка Ну-ка, в твой пистолет Ручкой вперед Медленно Считай до одного Ты же меня знаешь, Костя Вот так-то А что потому, что ты двоечник был? Прогуливал Думал, что не пригодится А я тебя учил, Иван Иванович Что дверь в кабину папе маме не открывать Это что, учение? Вы что, знакомы, Константин Николаевич? Знакомы, знакомы А что за повод, Иван Афанасий, если не рехнулись? У меня Митька киловатта в тюрьме Хорошо, извини Костя, включи ко мне громкую Послушайте Внимание! Внимание! Говорит Яков Товарищ пассажир Мы просим соблюдать спокойствие Вот, и без нашего разрешения Мест не покидать Мною Временно захвачен самолет И никаких причин для паники я не вижу Не вижу! На борту находится мой товарищ С бомбой! Слушай меня, Леша Как я на самолет попал Это я никому не скажу Даже тебе, хоть ты, большой начальник От страшной пытки не скажу Понял? Понял Самолет мы временно захватили А вот тут ромашка вышла с одним прокурором Да черт с ним! Ты найди кого-нибудь повыше Пусть они привезут сюда Митьку Киловатова Он в матросской тишине Да до парада пусть успеет А то перестреляем всех К чертовой матери! Есть Ну что? Допрыгались? Сами допрыгались! Дядяточники! Крапционеры! Ладно, что они хотят? Что хотят? Киловатова они хотят! Отдайте им киловатова Мы потом побахнем! Ага, сейчас! Хотите, чтобы мы пошли на поводу террористов? Ладно Мы сразу побахнем! Пожалуйста, побахнем! У них там на борту 66! Бабакайте! Под вашу ответственность! А что специалисты говорят? Можно выборочно побахнуть? Центр! Центр! Если побахнет, то всех сразу! У нас там Никитин на борту Со специальным заданием Под фамилией Пасыевич! Да пошли вы в жопу с вашим Никитином! У вас праздник всенародный! Позор на весь мир! Можно договориться? А ты кто, сынок? Психолог! Не! Мы на поводу террористов не пойдем! Так это же по наружку! Мы их потом бабахли! Зачем бабахать? Зачем бабахать? Если они всех выпустят, зачем их бабахать? Так лучше сразу! Сразу арестуем, зачем бабахать? И вас батя похвалит, а с нас шкуру живьем спустят! Ладно, сынки, договоримся! Здравствуйте, Лев Маркович! Как ваш попугай? Хорошо! Лев Маркович, я вижу у вас неприятности! Будете стрелять? Надеюсь, не придется! Глупый вопрос, конечно! Зачем вам стрелять, когда у вас бомба? А вы ее хорошо держите! Не волнуйтесь! Как ваш Джозеф? О, Джозеф, смотри! Дядя за тебя вспомнил! Он хочет брать с вас пример? Так я купил ему гантель, а? Как вам это понравится? Шалом, Маргулис! Шалом, Джозеф! Я плохой пример! Никогда ему не исследую! Поразительно! Он мне сразу сказал, что он налетчик! А после успешного выполнения задания я собирался взять двухнедельный отпуск, чтобы по старой доброй традиции отправиться с друзьями по горным уральским рекам, по ирске уральских рычках! «Поразительно!» «Поразительно!» «Кто?» «Что?!» «А?!» «Что?» «Ничего» Значит, с точки зрения психологии, наша задача абсолютно простая. Ваши родители находятся в стрессовой ситуации, а они не отдают отчёт о своих поступках. Ну как, в белой горячке, да? Вот, как в белой горячке, правильно. Кстати, вы знакомы? Вы знаете, Саша, я не знала, что вы ему, что вам отличие. Слушай, психолог, я правда сегодня не могу, день сегодня тяжёлый. Давай ты сам, ладно? Нет, нет, ну это же ваш отец. Если бы мой отец угнал самолёт, тогда другое дело, понимаете? Значит, ещё раз, задача предельно проста. Вы в разговоре с ними должны вспомнить что-то хорошее, доброе, что-то положительное, что связывает вас с ними. Допустим, что-то из детства. Ну, открытку прислал, к 23-м февраля. Вот, умница. Слушай, я, я правда не могу сегодня. Давай ты сам, тебе за это деньги платить. Саша, я тебя могут убить. Слушай, ты, деточка, ты давай не встревай, ладно? Ты за своим отцом следи, поняла? Довела видно старика? Не выкрите. Ага. Да, ну всё. Шестой, шестой. За среди, что случилось. Не знаю, говорят, гантель на голову упала. Шестой, шестой. На тропу шел. Возьми его. Не знаю, буду ли я гордиться тобой, но твой поступок вызывает некоторые органы. Дядь, а во сне их тоже стукнули? Да. Один раз тоже неплохо. Лёв. Да? Лёв. Что это, соснул что-нибудь? Ну, я уже задумался. Ты не спи. Я не сплю. А что не ешь? Не хочется. Втянул я тебя в этот сахар икон Иван. Сам не понимаю, как получилось. Иван? Другого выхода не было. А если Митьку не привезёт? Застрелимся. Какой молодой. Что? Ну, этот Пацевич. Интересный мужчина. Ну, не повезло. Ну, что же вы хотите? С какой фамилией? Внимание. Внимание. Борт 62. Борт 62. Иван Афанасьевич. Лев Маркович. Наденьте наушники. Сейчас будут говорить с вами ваши дети. Я повторяю. Будут говорить ваши дети. Алло, папа. Папа, ты меня слышишь? Сонечка, они обижали тебя? Они силы тебя сюда привезли, да? Боже мой, пап. Да никто меня не обижал. Они мне сказали, что если вы выйдете сами, вас амминистируют. Вам ничего не будет. Только вы должны выйти сами. Ты меня слышишь, пап? Сонечка, а это правда, что ты сказала насчет? Ну, какая сейчас разница? Да сейчас не время это обсуждать. Значит, правда. Да я тебе еще сто раз рожу. Хочешь, я тебе внук рожу? Значит, несчастливая ты была со мной, Сонечка. Ну, о чем ты говоришь? Пап, тебя ведь убьют. Я не могу говорить. Пусть он говорит. Лев Маркович, это Саша. Ну, это ваш сын. Здравствуй, Саша. Не знаю, о чем говорить. Я сам. Открыт. В общем, Меру. Когда ты нас бросил, я очень переживал, и мама. Думали, вот, ты вернешься, и пожалеешь, какой без тебя сын вырос. Ну, в общем, я там. Доктор, в ответ всех. Учинится хорошо. Зарядку-то там делал. Думал, найду тебя. И морду набью. Проткарту скажи. Проткарту, еще, госпожи. А вот сейчас даже не знаю, что тебе сказать. Три фамилии у нас с тобой разные. Да. Ты прав, Саша. Не валяйте дурака. В общем, тут говорят, чтобы вы, это, там, не валяли дурака и выходили. Прекратите цирк. Ничего. А этот цирк прекратите и выходите. И прекратили бы цирк. Так вот. Вот. Говорят, ты женат. Ну, женат. Я рад. Наверное, хорошая девушка. Хорошая. Только дура. Лев Маркович, да не слушайте вы его. Да замечательный у вас сын. Хороший. Очень на вас похож. Я правду говорю. Папа, ты меня слышишь? Папа, ты меня слышишь? Сонька, поезжай домой. Нечего тут сердце рвать. Твой отец никогда под лицом не был и не будет. А если в чем виноват, то покаюсь. А вы спросят. Папа, выходи. Или у тебя больше нет дочери. Ну, нет так нет. Пусть Митьку везут. А то перестыряем всех к чертовой матери. АПЛОДИСМЕНТЫ measures == u of emergency Cutış Пр έliche АПЛОДИСМЕНТЫ Я не люблю... Ах, дети, дети. Ну что? Я сейчас, кажется, кого-то бабахну. Ох, бабахну! Связь есть? Приехали. Зрягин, Зрягин, вези его, вези его. Вези. Прошу. Зрягин, чего там встали? Чего встали? Награды поправляет. Не волнуйся, не будут они двух стариков штурмовать. Посмешно. Да и эти побуяни, побуяни, ты выйду. Мой не выйдет. Да и мой вряд ли. Митя, Митя! Ну? Ну вот! А ты боялась, секунь, Ваня? Да кого ты боялся? Дурак ты, Ванька. База, 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 я Полин. Они всех выпустили. Они всех выпустили. Они всех выпустили. Как? Всех. Не может быть. Всех шестьдесят два по списку. Всех шестьдесят два по списку. Ни в одном кино я такого не видел. Иди сюда. Ты уже весь синий. Прилетели. Хорошо. Конечно, хорошо. Но если бы мой мальчик не ударил этого Пацевича по голове, мы бы взлетели. Взорвались бы. Не чешется. Ну, когда чешется, когда не чешется. По-всякому. Отцы, не упрямьтесь. Повторяю, говорю вам как представитель президента. Я вот тут с собой сына на парад взял. Вот в его присутствии обещаю, что во всем разберемся. Во всех ваших обидах. Виновных накажем. Все ваши действия, подходящие под статью уголовного кодуса, будут амнистированы. Клятвенно вас в этом заверяю. Ну, в общем, отцы, выходите. Без вас ведь и парад не парад. Ну что, подгоняем автобус? А не обманете? Сыном клянусь! Ну что? Ну? Лев, Мить! Ай, икуня Ваня! Ладно! Сейчас соберемся! Поля, Поля, я база. Я база. Как слышно? Будем мариновать. Давно бы так. С укропом или в нарезку? Двоих с укропом, одного в нарезку. Кого из трех? Как пойдет. Генерал аэропортует покойником прокурора двумя в Лефорте. Папа! Папа! Не верьте им! Они вас убьют! Улетайте! Папа! Куда они улетят, сынок? В сорок пятый, что ли? Техника-то какая! Ваня, а где тут мои, а где твои? Давай-ка высыпем. Куда? Куда? Вот. Выйди замуж за старика. Час последний он настает. Жизнь и взбалмошная река превращается в ручьёк. Выйди замуж за старика. За меня, за меня. Вот какой урод! Не везде река глубоко. Выйди замуж за старика. Там на солнечном берегу, где закат над плакучей ивою. Я остатки снов берегу, что бы сделать тебя счастливой. Выйди замуж за старика Выйди замуж за старика Выйди замуж за старика Час последний он настает Жизни взбалмошной рекой Превращается в ручье Выйди замуж за старика Выйди замуж за старика Выйди замуж за старика До сих пор остается загадка Куда они улетели Их самолет сразу скрылся Из экранных локатов Поисковые группы Искали его по всей земле Но он нигде не приземлился Выйди замуж за старим Выйди замуж за старика Продолжение следует... 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 Продолжение следует...